МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, как бы, довольна. Такие добрые, во-первых. Когда я только пришла в школу, прям все там такие, «Ах, иностранка, боже мой, какая ты красивая, какая милая». Все так говорили, и учителя были добрые. Я думала, мне, наверное, там будут говорить, они мне по-японски разговаривают, ты такая плохая. Я так думала, ну, вообще нет. Сейчас девушка учится в старшей школе. За три года она выучила японский язык и обрела друзей. Вместе с ними она посещает различные кружки, ходит на волейбол, проводит весело досуг. У меня школа так-то очень такая невыкновенная, как бы сказать. Коксай, да? А, коксай, да? Да, да, да. То есть там есть иностранцы еще? Иностранцы, есть смешанные люди. Это как бы интернациональная школа. Талия сразу заметила разницу между русской и японской школой. Например, в еде. Ей нравится местная кухня. Она не только вкусная, но и полезная. Тебе дают салат, дают какой-нибудь второй, первый, суп, хлеб, фрукты. Нет, 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 шоколадки, например. Если бы мне вот российские в школе вообще добавили просто, например, кашу и чай, и все тебе. И это дорого стоило. А здесь, если вот одна, вот эта порция, кижака, да, есть 300 рублей за этот день. Девочка научилась готовить японскую еду, угощает свою маму и японского отчима. В будущем Талия планирует поступить в институт в Токио и работать переводчиком. Жить до старости в Японии не желает, хочет свою жизнь связать с Америкой.